МЕВСКИЙ ЗАВОД Всегда специализировался на производстве паровых машин, газовых турбин, компрессоров. Производство сегодня представлено основными тремя комплексами. Металлургический комплекс, машиностроительный комплекс и котельно-сварочный комплекс. Такое разделение основных производств позволяет замкнуть циклы изготовления как по заготовке, по сварке, сварной конструкции и так далее, так циклов лития и металлургии мы сегодня обеспечиваем собственные нужды на 100% по всем литейным деталям, так и уже последующей механообработке сборочным испытанием. Сегодня уровень технологических решений, уровень нашего опыта, возможности нашего производства позволяет воплощать иной раз достаточно сложные инновационные конструкторские требования. GE, как компания, являющаяся разработчиком по лицензионному соглашению, передавала нам всю конструкторскую документацию, технологическую документацию. Помогала на первом этапе в течение двух-трех лет проходить именно этапами освоения, делала технический аудит, технический и технологический аудит нашего производства, осуществляла программу обучения тренингов наших сотрудников, которые обучались как здесь, без отрыва от производства, так и выезжали на предприятия либо General Electric, либо их партнеров. Мы не сразу начали делать турбину в 100% в условиях. Это был такой достаточно быстрый путь, который был разбит на несколько этапов по основным системам изготовления. Мы начали у себя локализовывать части, вспомогательные для турбины, раму вспомогательных устройств со всеми вспомогательными системами. Это был первый этап изготовления. Вторым этапом уже являлась частичная сборка турбины с собственным изготовлением корпусных частей. А третьим этапом являлась углубленная локализация, где мы на 90% производили комплектующие, и собирали, испытывали, и отгружали заказчикам уже под ключ в полной заводской готовности. Газовая турбина «Ладога-32» является универсальной стационарной газовой турбиной и имеет широкие области применения. Основной областью применения данной турбины являются установки для перекачки газа на магистральных газопроводах. Другой областью применения газовой турбины «Ладога-32» являются станции по производству электрической энергии. Турбина «Ладога-32» является абсолютно уникальным продуктом на российском рынке, так как для российского рынка характерно применение или более маленьких установок, в основном мощностью 16 мегаватт, или больших газовых турбин. В своей категории «Ладога-32» является уникальной установкой. «Ладога-32» является современной газовой турбиной класса «Ф». Может работать как на жидком топливе, так и на газовом топливе. При работе на газовом топливе особая конструкция камеры сгорания позволяет достигать предельно низких уровней выброса углекислого газа. «Ладога-32» как стационарная турбина позволяет сервисное обслуживание на местах установки. В своем классе это единственная стационарная турбина, которая позволяет такой подход к сервисному обслуживанию в России. Вы сейчас находитесь на сборочном стателе, где осуществляется подготовка укладки в корпус газогенератора ротора. Его здесь сейчас нет, но вы можете видеть лопаточный аппарат осевого компрессора, корпусные элементы. Это один из участков технологического процесса. Здесь осуществляется только часть операции. Корпус имеет горизонтальный разъем. После того, как ротор будет положен, сверху будет аналогичный такой скорлупкой накрыт этот корпус, и он будет из себя представлять на 80%, будем так говорить, готовую часть самой газотурбинной установки. А далее корпус газогенератора с уложенным туда ротором поступает на другие участки сборочные, где к нему присоединяется турбина низкого давления. После этого готовая газотурбинная установка на своих опорах устанавливается на рамную специальную конструкцию, и эта рама доставляется на испытательный стенд. Мы сейчас находимся с вами на испытательном стенде, где осуществляется полномасштабное испытание газотурбинной установки, которое уже собрано. И, собственно говоря, то, что здесь происходит, это финальный этап перед отгрузкой газотурбинной установки заказчику. Эта газотурбинная установка, она располагается на двух рамах. На одной из рам устанавливается все вспомогательное оборудование, стартовая система двигателя, элементы системы маслоснабжения, элементы системы топливоподачи и так далее. А сама газотурбинная установка, как мы ее понимаем, она устанавливается на другой раме, и эти две рамы стоят вместе. Суммарная длина установки, она где-то 18 метров. Все это укрывается кожухом шумоглушения и теплозащиты, для того, чтобы организовать правильное охлаждение корпусов турбины и предотвратить излишне большое звуковое давление на обслуживающий персонал. Таким образом, вся эта установка приходит на испытания. Подается газ топливный, подается из городской сети. Существует специальная дожимная компрессорная станция, потому что необходимо повысить давление этого газа примерно от 8 атмосфер до 31 атмосферы. Топливо подается сюда на газотурбинную установку, а на газотурбинную установку проходит весь необходимый ей цикл испытаний. Цель испытаний – подтвердить заявленные характеристики, подтвердить те параметры, которые написаны в технических условиях на поставку этого оборудования. То есть коэффициент полезного действия, мощность, обороты. Тут два различных вала у этой газотурбинной установки. Вот подтверждаются все эти параметры. После испытаний турбина выкатывается на участок, где происходит упаковка. Данный проект является уникальным для GEE не только в России, но и во всем мире. На данном проекте нами достигнут наибольший уровень локализации по всем проектам GEE. В России это единственный проект, где совместно с российскими партнерами была локализована турбина класса F. На основе успешного опыта сотрудничества с РЭП-холдингом по программе LADA G32, с учетом тех успехов, которые достигнуты в локализации передовых газотурбинных технологий на предприятия нашего партнера, мы приняли совместное решение по разработке новой стационарной турбины мощностью 16 мегаватт. И в данном случае мы говорим не только о локализации западных технологий компании General Electric, мы говорим о совместной разработке данной турбины. Это будет не просто лицензия, это уже будет турбина, совместно разработанная General Electric и нашими партнерами из РЭП-холдинга.